В России впервые запустили экспериментальную ракету нового поколения. Ее разработали студенты конструкторского бюро Рокетлав Самарского университета. Старт приурочили к 60-летию первого полета человека в космос. На аэродроме Бобровка Кенельского района Самарской области развернули Центр управления полетом и организовали выставку, посвященную инженерным проектам и научным достижениям студентов. Грандиозное событие снимало и показывало в прямом эфире на своем сайте и в социальных сетях телекомпании «Самара ГИС». Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, журналист и телеведущий телеканала «Самара ГИС». Мы работаем для вас в прямом эфире. Сейчас мы находимся на аэродроме Бобровка в Кенельском районе Самарской области, Россия. А начиналось все так. Сейчас погода нам не благоволит. Определенный ветер, нулевая температура. Как это повлияет на запуск ракеты? Скорость ветра больше той, которую мы рассчитали получить. Погода сегодня, конечно, совершенно нелетная. Но надеемся, что все будет хорошо. В целом, ракета рассчитана на такие нагрузки. Экспериментальная модель ракеты Капелла МЛ. Она весит около 10 килограмм. Длина у него чуть больше полутора метра. Здесь точно 1,6 метра. Соответственно, диаметр 140 миллиметров. Это такой первый, самый крупный наш запуск в России. Самый крупный запуск нашего бюро в России именно с такой ракетой. Пару слов о бюро и такое интересное название «Рокетлав». Студеншко-струкция бюро «Рокетлав» — это сообщество студентов, которое занимается проектированием, изготовлением, разработкой и запуском мультиментальных ракет в учебно-исследских целях. У нас уже целых 45 человек. Название действительно интересное. «Рокетлав». Оно в целом никак не расшифровывается. Это не любовь, это не что такое. Просто «ЛАВ». Вот как-то так придумали. Сейчас у нас одновременно находятся в разработке 4 проекта. Мы ежегодно ездим запускать модель ракет на всероссийский чемпионат воздушно-нажерная школа. Как правило, занимаемся как бы призовое место. Соответственно, каждый год лет мы ездим на международный форум «Сиспейс» во Францию, близ города Тарп. Запускаем там также очень серьезные ракеты. Проект «Капелла Эмэл» наша сегодняшняя героиня, она предназначалась сначала для «Сиспейс-2020», но в силу известных причин, к сожалению, не поехали туда. И вот решили запустить ее здесь. А сложно попасть в ваш проект студентам? Если у вас есть желание, если у вас есть какие-то там, любовь к космосу и там, знание какой-то математики базовой, то, конечно, мы ее вас возьмем. Пусковая установка, расскажите о ней, как она собиралась. По сути, самый важный параметр пусковой установки – это ее длина. Вот данная – это 4,00 метра. Ракету снесет, и она куда-то полетит, грубо говоря, это на сленге защитка «в горизонт», то есть она будет параллельно с землей и полетит, не набирая высоту. А если, соответственно, скорость будет слишком высокая, то это тоже чревато, ну, как-то слишком высокая скорость, может быть, пусковой установка просто унесет с собой, к примеру, да, или разобьет. То есть это тоже не очень хорошо. Ракета стоит из трех модулей. Это, соответственно, хвостовая часть, это центральная часть, это головная часть. Головной часть у нас располагается резервный парашют, то есть у нас есть одна уникальная система спасения. В случае, если она вдруг не сработает, потому что она экспериментальная у нас, у нас есть старый добрый парашют, который ракету спасет, она приземлится все под крышом. В центральном блоке находится двуступенчатая стена спасения, так сказать, двухэтапный выброс парашют, и как-то вот так мы можем назвать. Хвостовой модуль – это место, где располагается сердце ракеты, это двигатель, и стабилизатор, и стабилизатор – это вот, если посмотрите на ракету, из него такие крылышки торчат, это элементы аэродинамические, необходимые для стабильного полета ракеты в потоке. Я когда заканчивал университет, у меня этого не было, очень жаль. Но ребят этих мы с удовольствием возьмем в себе на работу, потому что ребята не только технически, так сказать, теоретически подкованы, но и применяют свои знания на практике. Мы, как предприятие, мы в целом всегда поддерживали этот проект, это вложение именно в будущее поколение инженеров, которые будут у нас работать, это вложение в молодежь, это вложение в наш город и в наш область. Мы используем наш опыт, получившись на университете, теоретически, мы используем вот сразу на практике, потому что по факту наша модель экспертной ракеты, конечно, там не союз настоящий, но базовые принципы, они те же самые. То есть у нас тоже там второй закон Ньютона, у нас тоже стабилизатор, у нас там уже все это есть. Такого масштаба и такого размера ракеты запускается в самарской области. Впервые понятно, что это модель, понятно, что запускаются на многих аэродромах России, но запускаются меньшего масштаба. Для самарской области, конечно, такая высота и такой размер, это делается впервые. А сколько времени ушло на создание именно этой ракеты? Это 9-10-11 месяцев упорной работы, то есть это закладка корпусов. Корпус у нас делается из стекловолокна, такой композитный материал, который потом мы там прокрашиваем смолой, он застывает, мы соединяем кусочки, и получается там делаем главной упрекатель, там специальные матрицы, чтобы он получился в нужной форме, стабилизаторы, они должны оправдать нужным уровнем прочности. Космос — это будущее. И Ир Гагарин в истории — это как человек, который открыл человечество, дорогу в космос. И это такое событие, которое будет помнить, я думаю, миллионы-миллионы лет вперед, когда мы там уникалонизировали другие планеты, все будет помнить, с чего это начиналось. Пойдем к ракете, сейчас начнется самое интересное, надеюсь. И совсем скоро, надеюсь, уже будет запуск. Ветер, кстати, потихонечку стихает, это очень хороший знак, потому что, ну, все-таки при таком уж сильном ветре мы запускать не хотели, конечно. Мы вернулись в Центр управления полетов, ракета приземлилась, как нам сейчас только сообщили. Глеб, что можно сказать? Да, ракета приземлилась, можно сказать, что спустилась она на запасном парашюте, то есть он нам обязательно, как я говорил, пригодился. То есть, возможно, система сработала не так, мы будем анализировать, соответственно, запуск. Сейчас у нас команда отправится на поиски этой ракеты и, соответственно, будет осмотр ее приземления, потом мы выгрузим оттуда данные и дальше будет проходить послеполетный анализ. Выбросился тормозной парашют, но скорость спуска была слишком высокая, больше 30 метров в секунду, и поэтому выбросился резерв, чтобы обезопасить приземление ракеты. Подводя итоги, проделана работа, что можно сказать? Ну, я считаю, что команда выполнила работу все безупречно. С технической точки зрения мы справились, ракета приземлилась, то есть достигли мы 1550 метров, мы сейчас по горячим следам посмотрели. Тормозной парашют, он у нас, он скорость не обеспечил достаточную скорость, поэтому мы вели сразу резервный, то есть автоматика сама вела резервный парашют, и вот на скорости где-то 10 метров в секунду ракета приземлилась в том направлении. Ремонтируемся, двигатель новый покупаем, вставляем, запускаемся снова. И едем во Францию? Ну, почему? Не обязательно во Францию. Я думаю, мы еще успеем и до Франции здесь запуститься не один раз. Подготовка ракеты к взлету проходила полтора часа. Ее запуск и возвращение на Землю с помощью двухступенчатой парашютной системы Телеканал Самаргиз транслировал на свой сайт и в социальные сети.